Энергетические неверные состояния Вашу энергию впустую И сегодня мы поговорим о том, что следует избегать С точки зрения законов энергии Ну первое место в этом топе Это страдания Страдания это всегда потеря энергии Страдания это раскачка негативной ситуации И всплеск в ваш канал Крайне неприятных эмоций Страдания это торможение Развитие любой ситуации Умейте просто пожалеть себя Пойти дальше, не усугублять Самим никакие свои расстройства и неудачи Страдания всегда чреваты раздумьями Которые часто ведут к переоформлению Вашей начальной цели Негативное для самих себя действие Это метание Метание и частая смена ваших приоритетов Это расход энергии впустую Метание это такое некое залипание В какой-либо ситуации И очень важно понять, что долгое прописывание В ситуации всех возможных вариантов ее развития Впоследствии, как правило, не дает никому Вырваться из ее капкана Ни вам, ни тем, кто находится Как правило, рядом с вами Старайтесь всегда придерживаться только собственных решений И не метаться от одного к другому И воспитывайте в себе уважение Именно к своим собственным принятым решениям Далее Перебирание страхов и вопросов Это тоже не самый лучший компаньон в любом начинании Страхи и вопросы работают как такие ограничители запущенного действия И лучший способ завести дело в тупик Это, как правило, долгое и подробное прописывание страхов о нем Поэтому старайтесь соблюдать баланс между вашими мыслями и вашими действиями Поговорка «семь раз отмерь, один раз отрежь» Она свойственна все-таки не всегда и не для всех жизненных ситуаций Иногда стоит все-таки добавить чуточку игры, легкости в свои действия И просто делать это без особых, в общем-то, страхов про это Тема энергии уже всплывала на днях Мы уже с вами общались про привороты И я предупреждала вас, что энергия на подобные вещи никогда не берется ниоткуда И вам следует быть осторожнее, если вы решились все-таки на это, ну, скажем, не экологичное действие Женщины и мужчины всегда стремились понравиться друг другу Это было во все времена, хотя, конечно, заинтересованных в магии женщин Ну, много больше, чем мужчин Но это мой личный опыт И девушки на Руси даже нередко пускали в ход специальные приворотные средства Об этом тоже мы с вами как-то обсуждали Так называемое магическое сознание не смогло искоренить даже пришедшее в нашу страну христианство Как и в языческую эпоху русские женщины продолжали применять для привлечения мужчин так называемые привороты Так это происходит и сейчас Делали его, как правило, когда не были уверены во взаимности, да, во взаимности своего мужчины Хотели повернуть его к себе Девушки делали приворот на понравившихся парней, женщины на загулявших мужей Иные вообще пытались приворожить чужих парней и мужей Что тоже происходит и по сей день Вообще приворотных ритуалов было великое множество И как-то мы с вами тоже это уже обсуждали И если вам интересно, я могу, конечно, рассказать об этом более подробно, да, так как эта тема очень широка и на самом деле практически неисчерпаема Потому что магия меняется и технологии тоже меняются Так вот, приворотов на Руси было великое множество Так, если девушке нравился парень, она привязывала его к себе с помощью узелков Брала ниточку и на каждый узелок произносила определенный заговор А после вшивала ее в рубашку своего мужчины или там парня, с которым она хотела быть Так что, если вам действительно интересна эта тема, я готова ее продолжить Главное мне как-то об этом сообщить